В эти минуты в центре международной торговли проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. Своё выступление перед журналистами президент начал с подведения экономических итогов уходящего года. Он отметил, что год был трудовым, рабочим и завершается неплохими показателями. Изменения реального ВВВП в процентах к прошлому году 1,4%. 1,5% будет, наверное, 1,4%. Инфляция – 6,1%. Индекс производства сельского хозяйства – 6,8%. Надо отметить, что сельское хозяйство, тружники села, конечно, серьёзно помогли в целом экономике, потому что в прошлом году, как вы знаете, был минус почти 5%, в этом году плюс 6,8%. На фоне известных сложностей в промышленном секторе сельское хозяйство, конечно, общее ВВП вытаскивает. Первые вопросы, которые задали президенту, касались, разумеется, событий в Киеве. Украинский журналист довольно резко спросил главу государства о скидке на газ. Сколько ещё Россия готова заплатить за то, чтобы Киев не смотрел в сторону Европы? Российских журналистов волновало, зачем Москва оказывает такую солидную финансовую помощь соседу. Путин ответил, что с Майданом помощь Украине не связана. Просто надо помочь близкой нам стране, которая оказалась в тяжёлом положении. Сегодня мы видим, что Украина находится в сложном положении. И экономическом, и социальном, и политическом. Ситуация возникла по ряду обстоятельств и причин. Но она объективна, эта ситуация. И если мы действительно говорим, что это братский народ и братская страна, то мы должны поступить как близкие родственники и поддержать украинский народ в этой сложной ситуации. И вообще на вопросы по ситуации на Украине Владимир Путин ответил очень подробно. Он сказал, что Россия ищет способ, чтобы вместе с украинскими предприятиями заниматься транзитом газа в Европу. Для этого Москва предлагала разные варианты кооперации, в том числе взять в аренду украинскую газотранспортную систему. По мнению Путина, Украине без российского рынка не обойтись. Куда украинский производитель пойдет с тем, что они производят у себя? В Европу будет продавать? Я очень сомневаюсь. Собственная тема российско-украинских отношений оказались посвящены первые полчаса большой пресс-конференции президента. Ну а вопрос последних минут. Ситуация в банковском секторе. Я предлагаю послушать, о чем в эти минуты говорит президент. Кредиты в банке России сроком на 5 лет. Что в целом эту систему страхования делает более прочной, устойчивой и надежной. Давайте кто дальше? Давайте Саша Колесниченко, АИФ, пожалуйста. В середине, второй ряд. Второй ряд в середине. Будьте микрофон. Господин президент, Александр Колесниченко, аргументы и факты. До недавнего времени зарплаты топ-чиновников российских были привязаны к зарплате президента и премьера. Недавнее время вы отвязали. Интересно, почему не повысили себе, но значительно в разы повысили тем же министрам и депутатам. Со следующего года минимум будут получать 450 тысяч рублей в месяц. Не слишком ли это много, учитывая средний размер тех же зарплат и пенсии, о которых вы говорили во вступительном слове? И последуют ли за таким резким повышением какие-то новые антикоррупционные требования? Требования к открытости, к эффективности, к скромности, в конце концов, если речь идет о госзакупках, о приобретаемых в рамках госзакупок машин и так далее. Мне сегодня приятно с вами работать. Вы задаете вопрос, сразу на него отвечаете. Не только вас, но и предыдущего коллегу. Ведь о чем идет речь? Я переводил цифры, да, результаты работы. Есть цифры явно проблемные, но в целом я считаю работу правительства удовлетворительной. Потому что это сложный год для мировой экономики. Ведь наша экономика, когда европейская, а у нас с Европой более 50% товарооборота, когда она уже припала, находилась в стагнации, по сути, многие европейские страны, мы держали достаточно высокую плану.